Божьи слова на каждый день Работа воплощенного Бога периода последних дней заключается в использовании Его Слова для служения и окормления. Только после того, как воплощенный Бог закончит произносить свои слова, они начнут исполняться. Пока Он говорит, Его слова не исполняются, потому что когда Он находится на стадии плоти, Его слова не могут исполниться. Речь идет о том, чтобы человек мог увидеть, что Бог есть плоть, а не дух, чтобы человек мог лицезреть реальность Бога своими собственными глазами. Его слова начнут исполняться в тот день, когда Его работа будет выполнена, когда все слова, которые Он должен сказать на земле, будут сказаны. В настоящее время период исполнения еще не наступил, потому что Он не закончил произносить свои слова. Поэтому, когда ты видишь, что Бог все еще произносит свои слова на земле, не жди исполнения Его слов. Когда же Бог прекратит их произносить, и когда Его работа на земле будет выполнена, тогда и наступит то время, когда Его слова начнут исполняться. В тех словах, которые Он произносит на земле, с одной стороны, присутствует обеспечение жизни, а с другой стороны, они содержат пророчества о том, что предстоит, о том, что будет сделано, и о том, что еще только предстоит сделать. В словах Иисуса также заключалось пророчество. С одной стороны, Он восполнял жизнь, а с другой – Он высказывал пророчество. Сегодня речь не идет о том, чтобы одновременно исполнялись слова и совершались события, так как разница между тем, что, видимо, глазу человека и тем, что сделано Богом, слишком огромна. Можно лишь сказать, что как только работа будет выполнена, Его слова исполнятся, и события произойдут после слов. На земле воплощенный Бог последних дней осуществляет служение Слова, и в процессе данного служения Он лишь произносит слова и другими делами не интересуется. Как только работа Бога изменится, Его слова начнут исполняться. Сегодня слова используются прежде всего для того, чтобы усовершенствовать тебя. В момент обретения им славы во всей Вселенной настанет то время, когда Его работа будет выполнена, когда все слова, которые необходимо сказать, будут сказаны, и все слова станут делами. Бог пришел на землю в период последних дней, чтобы осуществить служение Слова, чтобы человек мог познать Его, чтобы мог увидеть, кем Он является, увидеть Его мудрость и все Его дивные дела из Его Слова. В период Царства Бог в первую очередь использует Слово для покорения всех людей. В будущем Его Слово к тому же сойдет на каждую церковь, группу, народ и динаминацию. Бог использует Слово для того, чтобы покорить всех людей, чтобы заставить их увидеть, что Его Слово несет в себе власть и мощь. И поэтому сегодня вы сталкиваетесь только со Словом Бога. Слова, сказанные Богом в данный период, отличаются от тех, что были сказаны в период Закона. Значит, они отличаются и от слов, высказанных в период благодати. В период благодати Бог не выполнял работу Слова, а просто дал представление о распятии с целью искупления всего человечества. Библия описывает только то, почему Иисус должен был быть распят, и те страдания, которым Он подвергся на кресте, и то, как человек должен быть распят во имя Бога. В течение этого периода вся работа, проделанная Богом, сосредоточилась на распятии. В период Царства воплощенный Бог произносит слова для того, чтобы покорить всех тех, кто верит в Него. Это и есть явление Слова воплоти. Бог пришел в эпоху последних дней, чтобы выполнить эту работу, то есть Он должен прийти, чтобы реализовать истинный смысл явления Слова воплоти. Он лишь произносит слова, и наступление событий случается редко. Именно в этом и заключается сущность Слова, являющегося воплоти. А когда воплощенный Бог произносит Свои слова, это явление Слова воплоти, это Слово, соединяющееся с плотью. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Это та работа, которую Бог выполнит в эпоху последних дней, и это заключительная глава всего Его плана управления. И поэтому Бог должен прийти на землю и обнародовать Свои слова воплоти. То, что сделано сегодня, то, что должно быть сделано в будущем, то, что будет совершено Богом, конечное предназначение человека, те, кто будет спасен, те, кто будет уничтожен и так далее. Вся та работа, которую в конечном счете необходимо успешно выполнить, была четко определена, и все это для того, чтобы реализовать истинный смысл явления Слова воплоти. Ранее выпущенные постановления и свод законов о тех, кто будет уничтожен и о тех, кто войдет в покой, все эти слова должны исполниться. Это та работа, которую в период последних дней воплощенный Бог выполняет прежде всего. Он заставляет людей понять, частью чего являются те, кто был предопределен Богом, и к какой группе относятся те, кто Богом предопределен не был, как будут классифицированы его люди и сыновья, что случится с Израилем, что случится с Египтом. В будущем каждое из этих слов исполнится. Поступь труда Божьего ускоряется. Бог использует Слово как средство, чтобы открыть человеку, что необходимо сделать в каждый период, что должно быть сделано воплощенным Богом эпохи последних дней, что представляет собой Его служение, которое необходимо осуществить. И все эти слова служат для реализации истинного смысла явления Слова воплоти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова